Так, начинаем. В этом видео расскажу вам о своей поездке в Малую Швейцарию. По крайней мере, эта экскурсия называется так. Поехал благодаря Панда Тур. Стоимость была такая же, как и на предыдущей экскурсии. 469 лей. В городе Домняска. Можете найти у меня на канале. Собственно, вот этот объект. Близ села Бринзень. Это будут пещеры. Сейчас вы можете наблюдать рельеф. Мы проехали уже село Бринзень, то есть по дороге. Вот Единец. Мы уже находимся недалеко от речки Пруд. Приграничная зона, был такой знак по дороге. Ехать сюда 4 часа, плюс-минус, от Кишинева. Учитывая остановку еще. Остановочка минут 30-40. Здесь вся красота тут находится. Вдалеке карьер. Вдалеке. Здесь вся красота там. Вдалеке. 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 Ну, ты не знаю. Еще. Не знаю. вот такой здесь рельеф такого не часто увидишь вот такой спуск нам предстоит можете наблюдать это все говорят что это рифы так лучше пойти более устойчивой дорогой снять вам это все люди спускались частности тут ну что здесь вид дорогого стоит самом деле такие холмы тут здесь гораздо удобнее идти можно и снимать параллельно видим кстати даже след не тот машина не тот колес запах тут просто вау просто сказка что же продолжить дальше съемку чем есть такое растение тут теплая на вкус а как говорится называется черн черн попробую продегустировать это довольно прикольно похоже на полевое да прикольно собственно такой вид самый выше на этой горке видно и карьер и соседний холм и речку внизу видно вот это наша первая достопримечательность есть еще и повыше чуть дальше видео можно подняться и туда за легче подняться чем сюда вот виден такой спуск это не спуск на самом деле это просто обрыв по дороге вот этот следующий холм более высокий с вот откроется наверно наилучшая картина на всю эту местность да в копы запахом трав это чудесно вот еще один карьер можно наблюдать еще немного кадров отсюда еще один верху но уже почти на самом верху здесь вот 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 и добрался и до самого верха даже постройку какую-то видно за тем холмом какие здесь красоты вот вид самого верха да отсюда можно еще услышать как работает карьер вот я вам его приближу максимально насколько это возможно не знаю как вам слышно или нет но вид здесь потрясающий он еще придает особую атмосферу этому месту вот собственно еще последний вид с этого места это уже недалеко от дороги далеко от автобуса но отсюда вид шикарный можете убедиться супер природа балует вот и дорога кстати увидели уже и на втором объекте нашей экскурсии это монастырь или за причин все вам покажу его вот здесь собственно дорога тут все начинается вот здесь у входа есть туалет не знаю бесплатный или платный он сюда приезжают будьте готовы вроде как бесплатный желает посетить бесплатный туалет здесь вот сам монастырь его начало еще более широкий ракурс взять кстати тут правило поведения для посетителей монастыря монастырей так особо еще не посещал можете ознакомиться с этим всем вот собственно территория монастыря за причин можете видеть вход как тут все ухожено как какой газон здесь так приятно пахнет хвоей как будто в каком-то городском парке вот так же говорят что снимать якобы запрещено она пока меня никто не остановил так что если вы видите этот фрагмент значит все хорошо снимать можно но осторожно как приятно ухожена территория монастыря это просто надавить своими глазами еще и в такую шикарную погоду вообще самое то в общем такой вот ухоженный дворик здесь внутри нельзя точно снимать здесь уже так под вопросом мы видим вот здесь туалет мужской женский естественный внутри можно выпить святой воды натощак такая территория тут вот сам храм рождества лес собор я не очень силен религии так что поправите меня какое у него правильное название такая вот аллея тут скамеечки до этого честно говоря очень давно был один раз монастырь и куртки это было 2011 году там я такого не замечал как бы красиво тоже было на дворе кто-то вообще 10 из 10 стоит того чтобы приехать посетить это место хожусь уже на выходе из монастыря сейчас хочу пойти пообедать здесь мы видим магазинчик церковный есть свечен свеченую воду здесь продают наливают такой монастырь красота неописуемая вход бесплатный также есть возможность сделать пожертвования по желанию я возвращаюсь иду обедать пока есть время свободное зашел и пообедал тут столовая есть в этом монастыре можно спокойно со своей едой пообедать вот вашему вниманию вот такая вот аллея такой вот как бы правильно назвать арена арена не назовешь как-то это по-другому называется те кто знают церковные термины здесь проходят службы праздники наверное вот такой вот забричанский монастырь опять же настолько ухоженного я еще пока не видел вроде бы охотится он отдаленно то есть вот эти все объекты чтобы понимали находятся в единицком районе по крайней мере следующий точно будет а вот последний посмотрим я вам сообщу где вот это не так то и близко от цивилизации но настолько ухожено молодцы ребята десяточкой за такую обстановку можно спокойно в тенечке посидеть еще похожу поснимаю так есть магазинчик такой вот церковный вот кто захочет продается много чего натуральная вот даже фирменный магазин монастырь изобречений вот эти деваки 20 литров не особо удобно снимать вот че здесь в основном био чай все в чаях что любителям чаев я заварно не очень то люблю было бы в пакетиках мято о как мята пакетиках возьму на память возьму на память чай как сувенир а это что здесь ардиоте перец в общем бренд такой за причинь здесь вот иконы книжки религиозные библия евангелия так здесь такой отдел литературы собственно вот что здесь находится на этом походу с этой локации заканчиваем скоро едем на другую мы с вами находимся уже на третьем объекте в селе гординешты единицкого района здесь зуб дракона так называемый и замок это вид издалека такие вот живописные места дорога конечно убитая не для проезда нас оставили чуток заранее сейчас подойду поближе конкретно сниму вам его вот мы и подошли к этому камню он еще называется зуб дракона тут можно даже подойти потрогать это камень с неолитовой эпохи вот собственно такая местность рядом с ним снимаем вам обзор из этой местности на зуб дракона посмотрели вот можно обойти его еще с другой стороны давайте обойдем с другой стороны чтобы показать во всей его прелести так здесь можно сфоткаться по другому а тут он по-другому вообще выглядит также гид рассказывал малого привезли из того карьера который мы видели на первом нашем объекте вот но порода очень похожа на известняк иду посмотрю что еще интересного тут есть я примерно на середину тропы можно увидеть такие вот холмы вот это чтобы понимать как далеко от этого камня зуба дракона и подняться на этот холм посмотреть что там что там видно с него здесь очень легкий подъем и спуск так что скоро я очутюсь там ждите вот что видно с этого первого холма виден сам зуб дракона относительно недалеко вот вот видна дорога ведущая вдаль вот здесь пожалуй самое интересное вот такой вот карьерный спуск вот такая красота здесь вот думаю может пойти подняться на тот холм еще там какая-то девушка стоит снимает позирует сама себе можно в принципе и подняться туда прямо посмотрю вот кстати вот еще одна точка где можно все прекрасно смотреть как в одну таки в другую сторону и зуб дракона видно все 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 тропинки и наш автобус даже и дальнейший карьер как загорела на лицо класс какой он зуми алка а что ты там нашла так попробую наверное пойти подняться на тот холм посмотрим где тропа к нему еще часть того что я хотел вам заснять это уже я поднимаюсь на этот холм вот там наш автобус находится здесь тоже такое ущелье такой холм чуть ли не от весной идет а тут самый раз подниматься и спускаться очень удобно компактно уютно я бы даже сказал от сюда даже речку видно речка раковец если я не ошибаюсь вид такой что дух захватывает вот вам биты сверху немножко тяжеловато здесь забраться по сравнению с той предыдущей горкой но зато видно почти все хотя есть вот еще и выше я вот что-то не доглядел попробую забраться выше чуток почему бы и нет погода сухая скользить не должно нам тут два часа давно проблем вообще никаких не должно быть вот это больше напоминает швейцарию и леса и горы и поля вот эти какой обрыв и тут люди ходят люди останавливаются тоже видно на машинах вот далее виднеется село горденешть если я не ошибаюсь конечно по карте это должно быть оно ну мы с вами поднимаемся на самую вершину вот она пик скажем так а вот и карьер а вдали виднеются поля наполовину зеленые ну частично зеленые частично желтые вот такой вот вид на речку тут и на карьер и друзья я на самой верхушке этого всего счастья кстати вижу тут можно еще и кружком так пройтись вокруг карьера это вообще супер вообще край внизу даже не знаю может быть спущусь поснимаю что внизу просто отсюда видно куда лучше это все вот еще какое-то село видимо то что мы проезжали Володень или как там тут несколько сел рядом я их всех не запомнил помню что Володень проезжали точно покажу вам еще этот край обрыва все что тут можно увидеть перед возвращением обратно вот не был там к сожалению вот такой здесь обрыв и тут лес за этим всем попробую дойти до самого края тут да да похоже на это вот это что-то было иди сюда да вот здесь красиво тоже так камушки да вот так вот и лес и машину тут не фотографирую вот отсюда смотри вот так вот это все глубоко вы мне не мешаете ничуть в принципе ничего страшного иду я дальше хочу дойти до самого края тут вот это стоит того чтобы побывать здесь а вкупе с тем что тут еще более безопасный спуск вообще шикарно более детально видно село даже вдалеке далеке эти кадры можно потом смотреть долго постараюсь конечно не затягивать сильно ролик но тем не менее хочется поснимать и для себя в первую очередь для тех кто хочет это все увидеть вот я уже на другом краю этой скалы точнее холмика такой прекрасный вид отсюда даже видно зуб дракона сейчас я вам его приближу его частично правда видно не целиком но тем не менее вот и лес двигаюсь далее снова вернулся к этому карьеру немножко с другого ракурса снимаю вам его видно камни тут в целом это все что ж пойду по другому ходу обратно заодно и вам покажу что здесь да как вид с этой локации это в ту сторону в эту сторону вот такой резкий обрыв и спуск в карьер вот там вот наверху был я поля и снова обрыв там внизу речка раковец здесь тропинка чуть-чуть осторожным надо быть особенно сухую мокрую погоду целом довольно таки нормально тут все резкий спуск в этот карьер здесь плавный спуск с этого холмика вот с этой стороны слышен звук машин издалека спускаемся мы сейчас с этого холма так плавно прикольно тут еще даже одуванчики вовсю цветут одуванчики в конце сентября это что-то интересное конечно здесь надо одеваться обуваться желательно в закрытую обувь потому что здесь очень полно колючек но тем не менее дорога нормальная проходимая вот я вам сейчас показываю что здесь что здесь под ногами в том числе чтобы понимали мы движемся уже туда на спуск обратном направлении наверное не туда зашел здесь как-то лучше и лучше видно даже так вот еще Один вверх, край, обрыв, пропасть Здесь кукуруза растет, как мы можем видеть Все эти поля кукурузные Снова мы можем видеть зуб дракона Такая картина здесь А вот так выглядит этот карьер изнутри Вот что мы можем наблюдать Извиняюсь, заляпал чуть-чуть руками объектив Вот что мы можем наблюдать здесь внизу И тишина Все уже ушли отсюда Видимо идут на автобус Пойду, наверное, я Водички не взял с собой Жарко Сегодня 30 сентября Однако температура почти плюс 30 Солнце и то больше, наверное Вполне себе комфортно Какая жарковата, я бы сказал Еще такого сентября теплого я не припомню В общем, скорее всего, прощаемся с этим объектом Может быть, еще что-нибудь сниму Покажу вам Так, отдаленно А я двигаюсь на выход Ничего мы с этим объектом Движемся на следующий В четвертом объекте Село Фетешты Вот тут истинная Швейцария Маленькая Можем видеть Какие заброшенные дома здесь На собаке есть В общем, есть такие вот мелкие Бегают Хоть ты тресни Ну, это-то Порводистый щенок Смотри, какой Ух Ладно Это все лирическое отступление Мы идем покорять малую Швейцарию До встречи Где-то там наверху В общем, мы нашли более легкий способ Подъема в эту гору Вот там Дали мы видим село Фетешты А вот это скала На которую нам предстоит забраться Вот это и считается Маленькой Швейцарией Что ж, поехали Буду по возможности снимать Здесь пока снимать особо нечего Кроме коровьих лепешек Вот поле красивое Допустим, мы поднялись уже на эту гору Поднялись с сокольного пути, так сказать Такой вид на ней Сейчас пойду Сниму Что тут имеется Такие вот скалы Да, там тоже наши Вот все наши идут здесь Вот что тут можно увидеть Такой обрывчик Вот так вот здесь фоткаются Снимают друг друга Эдакий карьер здесь Вот видно ветряки Правда они не работают Вот такая здесь местность Сейчас попробую подойти К самому обрыву Продвижайшая точка Где обрыв Да, фартист дурович Вот еще более Крутой обрыв Вот вдали мы можем видеть Остановку Автобусную фитешть Сюда очень красивый вид Открывается И вид на село Это еще какая-то группа Приехала Тоже русскоязычные Вот такой здесь заброшенный завод имеется С таким вот элеватором Или как правильно его назвать Мы уже идем Спускаемся с этой горки Собственно Вот вся малая Швейцария В ее красоте Здесь походу добывали известняк Все забросили Вот что мы можем наблюдать сейчас И вот еще раз вам показываю Как выглядит это поле И вот этот склон Это гора Одиноко вороны летят Летают По идее это был наш последний объект Скорее всего Правда рановато Как-то мы Вам сказали Пол пятого быть в автобусе Хотя по идее программа Расписана до 18.00 Смотрим Может еще куда-то отвезут В общем я вам сообщу Какой спуск Село И подъем на горку Тут Все точно Заканчиваем экскурсию Всем спасибо за просмотр Подписываемся Ставим лайк Пишем комментарии Всем спасибо Всем пока